Дай почитать. Василий Головачев оказался просто очаровательным, лишенным звездности, нормальным человек. Все это я вспомнила, увидев новую книжную детскую серию «Вселенная фантастики» с обращением к читателям на первых страницах Василия Головачева. В этой серии уже вышли Сергеев «Волшебная галоша», Самсонов «Максим в стране приключений» и другие. Я решила прочитать книгу Евгения Велтиистова «Гумга». Этот писатель хорошо нам известен по книге «Приключения электроника» и одноименном фильме. Мне кажется, я уже более чем убедительно мотивировала выбор «Гумга». Итак, однажды обычный советский дошкольник Максим, запуская «Змея», встречается с голубеющим представителем другой планеты «Гумгам». Слово «голубеющий» в данном случае без подтекстов и намеков. Он действительно имеет голубое лицо. «Гумгам» — известный игрун. Он делает невероятное, хотя если у тебя есть авток, автоматический универсальный конструктор, умеющий всё и творящий чудеса, тебе подвластно всё на свете. Он может исполнять все желания, помочь тебе летать на облаке, гонять на теплоходах, на перегонки. Это может быть подвластно каждому. Стоит только откусить кусочек «Лунада» с надписью «Я всё умею». Казалось бы, что ещё надо? Но, оказывается, за всё нужно платить. За молчание, за любовь, за веселье. И «Гумгаму» и жителям его планеты. Оказалось, что жить без вопросов «почему», «зачем» и «как» просто ненавистно, скучно и уныло. Ты можешь получить всё, но даже бодрое общество потребления очень скоро перестаёт тебя интересовать. А ведь правда интересно, почему «Гумгам» не взрослеет на протяжении многих лет без вопросов, без жажды знаний, без настоящих поступков. Эта небольшая фантастическая история на самом деле – глубокое философское произведение. Наши дети лишились главной радости детства. Они разучились играть. Нет, не в компьютерные игры, а в более настоящие. Лазать по деревьям, бегать, делиться на команды, строить площадки для игр, творить. Евгений Вилтистов и его «Гумгам» приходят к выводу, что настоящие чудеса – это те, которые ты делаешь сам. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok